Сегодня в программе «Кем быть?» Филология облагораживает. Урок старославянского от профессора Андрея Петрова. Евроарктическое содружество. Урок норвежского от носителя языка. Не дипломом единым. Уроки поступления от выпускников Института филологии. Дарья Пожинская ученица 11-го класса 6-го архангельской гимназии. Учится почти на одни пятерки и претендует на серебряную медаль. Кроме общеобразовательной, у нее за плечами музыкальная школа. Но фортепиано Дашу сильно не вдохновляет. Она вообще человек очень общительный, креативно мыслящий. Завести друзей на какое-то хорошее дело ей ничего не стоит. Вот она у нас страстная КВНщица. Привет! Я сегодня без бороды. И сразу же первое офигенное видео. Любимые предметы Даши – языки. Английским она занимается 13 лет, немецким – 5. То, что тебе дается, оно тебе, собственно говоря, и нравится. Собственно, поэтому свою будущую профессию Даша не мыслит вне языкознания и общения. И собирается поступать в Институт филологии и межкультурной коммуникации Арктического университета. Но какое направление обучения выбрать? Попробуем разобраться вместе. Ходит такой слух, что на иньязи учиться сложнее, чем на других факультетах. Могу частично согласиться, потому что первый курс считается, и он действительно есть, очень сложный. То есть, когда человек поступает и приходит сюда, очень тяжело. Но после первого курса как-то привыкаешь, привыкаешь учить. Андрей Шунгин – студент третьего курса. В свое время он поступал на факультет иностранных языков Поморского университета. Теперь его родное отделение – часть нового Института филологии и межкультурной коммуникации САФУ. Лингвистика, то есть языкознание – самое популярное и престижное направление обучения Института. Здесь готовят специалистов по основным европейским языкам. Кроме того, нашей особенностью является то, что мы предлагаем для изучения большое количество иностранных языков с ориентацией на страны Северной Европы. Наши студенты, обучающиеся по направлению лингвистика, имеют возможность изучать не только английский, французский, немецкий в качестве основного иностранного языка, но также и норвежский, шведский, финский. Что важно, ряд занятий ведут непосредственно носители языка. Лиф – самое что ни на есть – норвежка. Объяснив тему, дает задания для работы в парах и контролирует процесс. Норвежский, на самом деле, не такой сложный язык, как может показаться с первого раза, когда были, может быть, вам показалось, что он… Нет. На самом деле, если все изучать постепенно, то очень хорошо даже, познаваемо и интересно. Ну, скажу откровенно, интерес к иностранным языкам у меня был как раз с детства, потому что вырос я в семье учителей. После обучения в шестой школе, насколько я знаю, и вы в шестой гимназии обучаетесь, где я изучил английский и немецкий язык, особых вопросов с дальнейшим обучением в ВУЗе у меня не возникало. Александр Кочегаров работает в представительстве Министерства иностранных дел России в Архангельске. В первый раз он пришел сюда, еще будучи студентом, на практику. Как формулирует сам Александр Сергеевич, основная задача представительства – это обеспечение единой внешнеполитической линии центрального аппарата министерства. На практике это означает работу с таможней, пограничниками, органами власти, подготовку отчетов о положении дел в регионе, заграничные командировки и постоянное общение. Общение, скажем так, с людьми с разными взглядами, с разными убеждениями, с разной жизненной позицией из разных стран – это всегда интересно, мне кажется. То есть расширяет как кругозор, так и общее представление о том, что у нас вообще вокруг нас происходит. Может быть, это и будущие писатели, может быть, это и будущие искусствоведы в том числе, почему бы и нет. Вот всегда словесность, она вот эту нишу занимала. Профессор Андрей Васильевич Петров уверен, филологическое образование может стать прекрасной базой для любой творческой профессии. Любовь к слову может тесно переплестись с психологией, социологией, правом и даже точными науками. Так появились психолингвистика, социолингвистика, юридическая и математическая лингвистика. Вообще, изучение истории и сущностей духовной культуры человечества через языковой и стилистический анализ письменных текстов, по мнению Андрея Васильевича, постепенно, но неуклонно облагораживает любого студента. И вот они вот окунулись в эту атмосферу, что-то с ними делают. И те, кто остаются, они постепенно заражаются вот этой общей атмосферой. И в них что-то наде... мне хочется в это верить, что мы как-то пытаемся в них что-то изменить. Было очень сложно учиться первый год. Очень сложно. Девчонки засыпали нас книжками, потому что читать надо очень много. И самое сложное заключается в том, что надо перестраиваться со школьной системой на университетскую систему. Все-таки это университет. Мы на занятии Центра дополнительного образования «Контакт». Владшие школьники осваивают непростую науку театрального экспромта и сценического языка. В планах у труппы постановка польской пьесы, причем на языке оригинала. За текст и аутентичность отвечает Анна Борисова. По первому образованию она филолог, учитель русского языка и литературы. А благодаря сотрудничеству института с Познанским университетом имени Адама Мицкевича, она еще и магистр польской филологии. В меня заложили потребность узнавать что-то новое каждый день. И это очень потрясающе, когда ты приходишь на такие занятия. Когда ты получаешь возможность учиться разному из разных областей, видеть что-то новое. И кроме того, у меня теперь есть возможность преподавать в школе. Я веду кружки. Это тоже очень интересно, работать с детьми. Часто на Ильяс идут не для того, чтобы получить лингвистическое образование, а для того, чтобы практический язык, вот именно практику языка освоить. И затем где-то этот язык использовать в профессии, в какой-то другой профессии. Сам Евгений Молодыченко над решением поступить на Ильяс долго не думал. Языки с детства давались ему относительно просто. И где-то вне сферы английской лингвистики он себя просто не видел. По его мнению, не стоит поступать на профиль института ради диплома или по соображениям престижности. Гарантировать успешную учебу и сохранность нервных клеток могут только искренний интерес и любовь к предмету. Но многие при этом не отдают отчет себе в том, что пока что в том виде, в котором у нас обучение организовано, это именно лингвистическое образование. Это не просто вас будут тут языку учить, так скажем, разговорному, грамматики, так, чтобы вы хорошо общались с хорошим вокабуляром. А вас будут учить азам, науке о языке, будут теоретические предметы. И вот многим это не нравится. Вузы должны гордиться тем, что они готовят так называемый креативный класс. Так вот это очень хорошо соотносится с тем, что мы делаем в нашем институте. Мы действительно готовим креативный класс, то есть тех людей, которые будут востребованы в очень многих сферах, как в сфере образования, так и в сфере международной, межкультурной деятельности. Они работают в сфере бизнеса, в управленческих структурах. У меня остались самые приятные впечатления от атмосферы. И особо я бы хотела отметить преподавателей, потому что они впечатлили меня очень-очень сильно. Потому что я думала, что в университете все скучно. Учителя, преподаватели просто что-то занудно вещают, а студенты просто-просто записывают. А оказалось, на самом деле, все это не так. Оказалось, что преподаватели, они шутки шутят, общаются со своими студентами, пытаются их заинтересовать. И это очень здорово, на мой взгляд. Я бы хотела быть переводчиком, желательно синхронным. Работать в какой-нибудь организации объединенных наций, представлять Россию. Глобально. Даша уже нашла свой ответ на вопрос «Кем быть?». Найди и ты на сайте Арктического университета. Нарфу.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова